Точка в громком уголовном деле поставлена. Сегодня вся страна наблюдала за вынесением приговора актеру Михаилу Ефремову. Почему сюда собрались шаманы, гадалки и даже клоуны? Об этом не только расскажу в вечернем выпуске «Дайвича». Меня зовут Дмитрий Житарчук. Здравствуйте. Вакцину от коронавируса выпустили в гражданский оборот, когда ждает спутник ВИ в Кировской области. С перспективой на отдых в Минтруда предложили сделать 31 декабря нерабочим спросим мнение кировчан. В Москве мотоциклистам хотят запретить ездить по ночам. Как к этому относятся кировские байкеры? И в начале выпуска о самой обсуждаемой теме дня. В 8 лет колонии общего режима и лишения прав на 3 года. Пресненский суд Москвы вынес приговор актеру Михаилу Ефремову. Также суд постановил взыскать с него 800 тысяч рублей в пользу старшего сына Сергея Захарова. Но россияне следили сегодня не только за ходом заседания, но и за тем, что творилось у зала суда. Там собрались шаманы, певцы, колдуньи, барабанщицы и клоуны. Чем дело закончилось, Александр Шипин сейчас расскажет. Заседание по делу Михаила Ефремова началось в 11 часов. Актер приехал в суд, как отметили очевидцы, без вещей. В руках была только папка с документами. Напомню, на скроме подсудимых Ефремов попал из-за того, что 8 июня на Смоленской площади в Москве, будучи пьяным, ехал за рулем джипа Гранд Чироки, иномарка протаранила фургон Лада. Водитель фургона, 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров погиб. Обвинение просило приговорить актера к 11 годам колонии общего режима. Это почти максимальный срок по данной статье. Защита, в свою очередь, просила не лишать Ефремова свободы. Сам он заявил, это цитата, 11 лет это очень кровожадно, это смертный приговор. Конец цитаты. То, что происходило у здания суда, это отдельная тема для разговора. Кроме противников и защитников Ефремова, туда пришли маги, шаманы, дамы с барабанами. Кто-то пел романсы, кто-то пытался разжечь огонь. Вас кто пригласил, скажите, пожалуйста. А я не знаю, пускай он не встречается. А кто, кто пригласил вас, скажите? Не знаю. Никита Джигурда кричал об истинном, за кавычем, виновнике ДТП. В толпе также заметили трех женщин в мантиях. Их присутствующие назвали ведьмами. В итоге полицейские не выдержали и задержали из нарушения общественного порядка двух человек. Как придет Интерфакс, они пытались что-то поджечь. Что означают эти портреты? Расскажите, пока вас не проходит. Молодой человек, стоп, руками не трогаем. Что тут устроили? Стоп, меня руками не трогаешь. Возвращаясь к самому заседанию, суд посчитал, что исправление Ефремова возможно только в изоляции от общества. Таким образом, назначить актеру условное наказание невозможно. В итоге Ефремова приговорили к восьми годам колонии, лишению прав на три года. Также он должен выплатить старшему сыну Сергея Захарова 800 тысяч рублей. Как пишут наши коллеги, приговор Ефремова слушал с опущенной головой, шатаясь и держась за стол. Ефремова взяли под стражу в зале суда. Когда его выводили, толпа кричала «невиновен». Адвокат артиста уже заявил о том, что приговор они будут обжаловать. От дальнейших комментариев защита отказалась. Вакцина от коронавируса поступит в регионы в ближайшее время, сообщили в Минздраве России. Спутник Ви выходит в гражданский оборот. Как отметили в ведомстве, вакцина прошла все необходимые лабораторные испытания. А теперь свежие данные по коронавирусу в регионе. 100 человек стали жертвами инфекции в Кировской области за все время пандемии. За сутки скончались еще два человека. Это данные с сайта «Стоп коронавирус РФ». За сутки выявлено 60 новых случаев заражения COVID-19 на ИВЛ 12 человек. Из госпиталей выписаны еще 92 пациента. Какое будущее ждет Киров? В администрации только что завершились публичные слушания. Там обсуждали стратегию социально-экономического развития города. Какие предложения прозвучали от активистов? Об этом одна из первых узнала Елена Шарыгина. Стратегия развития Кирова рассчитана на 15 лет. Туда входит несколько направлений. Комфортная среда, известный бренд, развитие инвестиционного потенциала, открытая власть и вдохновленные люди. Если сложить первые буквы, название и направление, получится слово «Киров». Разработчики предлагают создавать комфортную среду для жителей города, воспитывать в них социальную ответственность, создавать рабочие места, повышать зарплату, улучшать коммунальную и транспортную инфраструктуру. А чтобы для всего этого были деньги, проектировщики предлагают развивать инвестиционный потенциал Кирова и развивать кировские бренды. Кстати, созданием стратегии социально-экономического развития Кирова занимались в Нижнем Новгороде. То есть проектировщики никогда не жили в Кирове и вряд ли когда-то будут. Елена Шарегина, Александр Брызгалов, Бюро новостей Довича. «Вы уволены» – фраза, конечно, неприятная, но ее за время пандемии коронавируса услышал каждый второй кировчанин, потерявший работу. Лишь 50% работников решили уволиться по собственному желанию. Данные по безработице во втором квартале предоставили в Кировстате. По данным органов статистики, самыми уязвимыми на рынке труда оказались люди в возрасте от 35 до 44 лет. Численность безработных в этой возрастной группе выросла в три раза. При этом средний возраст кировского безработного составил 39 лет. 31 декабря может стать выходным днем, правда, только в следующем году. В Минтруда опубликовал проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году. Выходной день с воскресенья 3 января предлагается перенести на пятницу 31 декабря. Кроме того, выходной субботы 2 января переносится на пятницу 5 ноября. А с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля. Мы спросили мнение кировчан в нашей группе ВКонтакте, нужно ли сделать 31 декабря выходным. Варианты и ответы были такие. Да, конечно, нужно подготовиться к празднику. За это проголосовали почти 66% опрошенных. За вариант «не вижу» в этом смысла проголосовали 21,5% кировчан. Есть и те, кому все равно отдыхать или работать. Это почти 13% кировчан. Везде хорошо, где нас нет, уверенно заявили. 82% россиян и дружно высказались против переезда за границу. Таковы данные последнего опроса, который опубликовал Центр общественного мнения. При этом основными причинами иммиграции россияне назвали заграничный высокий уровень жизни, зарплат, пенсии и пособий, качественную медицину. А что же кировчане, хотят ли они перебраться за бугор и как живут те, кто уже это сделал, об этом и не только расскажет Ульяна Издакова. Ульяна, а ты сама бы хотела перебраться на ПМЖ за границу? Честно, Дима, я и мой молодой человек давно об этом думаем. Уже страну выбрали, это Финляндия. Там прекрасный климат, качественная еда, красивая природа. Но я сегодня решила спросить об этом у кировчан, готовы ли они переехать за границу. И ты знаешь, получила только два положительных ответа. Была только на острове Бали, и вот туда я бы переехала с удовольствием. Потому что совсем другая культура, совсем другие взаимоотношения. Понятно, что погода другая, уровень жизни другой. Я бы не отказался переехать за границу, если бы нашел себя там за границей, чем заниматься, как жить, на что существовать. Италия, Испания. Но мне нравятся страны по климату, и по истории, и по искусству. Ульяна, а что же остальные говорят? Большинство ответили, как говорится, где родился, там и пригодился. Многие ссылаются на свой пожилой возраст, кто-то на размеренную жизнь в глубинке. Но самый интересный ответ был, мужчина мне сказал, что здесь очень вкусные пельмени. Давай послушаем. Здесь хорошо, здесь у нас пельменями кормят, у нас погода отличная. Зачем нам за границей? Не надо за границей, не надо. В моем-то возрасте какая за границей? В России можно и путешествовать, и много чего интересного найти, что есть за границей. Я бы не уехала с Россией. Надо знание языков, и в России ориентироваться, мне кажется, намного проще. Не хочу, меня все устраивает здесь, в Кирове. Положение дел, спокойная обстановка. Я никуда не собираюсь ехать. Мне и здесь хорошо. Я очень люблю свой город. Где родился, там пригодился. Ульяна, получается, что мнение опрошенных кировчанцев впадает с мнением большинства россиян. Именно так, Дима, недавно Центр общественного мнения провел исследование. Так вот, 82% россиян не планируют уезжать из страны. При этом каждый второй считает, что покидать родину – это не патриотично. Счастлив и абсолютно не жалеет, что перебрался в Словакию наш земляк Сергей Косолапов. Мужчина устал от нестабильности скачков евро и доллара. Вот и переехал два года назад в небольшой городок Пейзенок под Братиславой вместе с супругой. С легкостью получил вид на жительство и открыл кондитерскую. Да, решиться переехать было непросто. Но жизнь там оказалась даже лучше, чем Сергей себе представлял. Здесь совершенно другой уровень безопасности, потому что здесь в принципе ни преступность, ни что-то подобное. Здесь этого совершенно нет. Здесь очень хорошая экология, здесь горный воздух, здесь очень много термальных источников. Но и в плане культуры, в плане развития, конечно же, это совершенно другое. Кстати, сегодня я еще пообщалась с нашей с тобой коллегой Ириной Сырцевой. И, как ты знаешь, она переехала в город Хайфу в Израиле этой зимой. Говорит, так звезды сложились, хотя мысли о переезде не покидали ее последние 10 лет. В Израиле тело с мыслями, что если что-то пойдет не так, всегда успеет вернуться. По словам Ирины, именно в Израиле она приобрела жизненный опыт. Ее окружают схожие по духу люди. Я не скажу, что я абсолютно знала реалии страны, но я их знала. Я была готова к тому, что сейчас происходит. Поэтому я считаю, что то, что сейчас со мной происходит, вообще чудо. Потому что у меня такое ощущение, что здесь все, что я не загадаю, меня сбывает. Видишь, как здорово. А что говорят специалисты и почему люди стремятся уехать из России? Дим, как ни банально, ищут лучшей жизни. Кто-то хочет хорошую работу, стабильную жизнь, высокую зарплату, качественную медицину. Девушки, кстати, часто ищут за границей богатого мужа. Другие хотят перезагрузить себя и свою жизнь. Начать все с чистого листа, объясняет психолог Артем Скобелкин. Но и те, и другие впоследствии могут столкнуться с разочарованиями. Ведь людям кажется, что как только они переступят границу, перед ними откроются все двери. Но когда они уже приезжают, они понимают, что для этого нужна тоже определенная доля успеха. Определенно сделать шаги, которые иногда могут занимать от 5 до 10 лет. И будучи не готовыми к этому, они разочаровываются повторно. В общем, Дима, если набраться терпения и работать над собой, то все обязательно получится. И психолог мне также сказал, кстати, я с ним согласна, что не важно, где человек живет, главное, чтобы он был счастлив. Но ты все-таки подумай над тем, чтобы остаться в России, тут хорошие и вкусные пельмени. Я подумаю, спасибо. Мотоциклистам в Москве хотят ограничить свободу передвижения. Что думают об этом кировские байкеры и чувствуют ли они себя свободными на наших дорогах? Об этом не только во второй части выпуска. Не переключайтесь. Это «Давича» и мы продолжаем. Теперь не под домашним арестом. Фигурантам дела об обрушении торгового центра в Зуевке изменили меру пресечения. Предприниматель, который строил здание, и бригадир теперь могут покидать жилище, но на них распространяется запрет определенных действий. И что это за действие, не уточняется. ЧП в Зуевке произошло 5 июля. Под завалами будущего торгового центра оказались 4 человека. Трое рабочих погибли, и еще один получил серьезные травмы. По словам главы района Анатолия Кощеева, в ходе строительства были допущены серьезные нарушения. Как выяснилось, стройка не соответствовала утвержденному проекту, а на крыше вместо деревянных конструкций находились бетонные перекрытия. В 10 вечера железного коня на замок. Жители Москвы обратились к властям с просьбой ограничить движение мотоциклов по дорогам в ночное время. В обращении сказано, что мотоциклисты собираются толпами, шумят, пьют алкоголь. Кировским байкерам никто палки в колеса не вставляет, но они считают, что запретами культуры вождения не добиться. В одном из районов Москвы мотоциклистам хотят запретить ездить по ночам с 10 часов вечера до 8 утра. Якобы мотоциклисты создают шум и другие неудобства. Рядом со мной сейчас находится президент одного из кировских мотоклубов Сергей Орлов. Сергей, здравствуйте. Как вы относитесь к подобного рода запретам? К подобного рода запретам мы относимся отрицательно, как и к любым запретам, которые существуют или вводятся заново. Тоже слышал по ночам иногда шум. И когда выходил или смотрел, кто едет, в половине случаев это были не мотоциклисты, а просто люди на восьмерках, девятках с прямотоками, которые шумно ездили. Это было очень похоже на рев мотоцикла, но мотоциклисты в этот раз были ни при чем. То есть можно разделить это 50 на 50. Соответственно, если вводить какой-то запрет, надо запретить и машинам, и мотоциклам ездить по ночам. Я думаю, никаких конкретных запретов не существует. Как-то более-менее налажено взаимодействие с ГИБДД. Все ребята стараются не нарушать грубо правила. Вопросы могут возникать лишь у случайных мотоциклистов, которые проезжают ночью. Да, им хочется покататься громко, здорово. Но при этом не надо забывать, что когда мотоцикл едет шумно, он создает пассивную безопасность водителя. То есть его слышно и видно. Поступали ли вам какие-то жалобы по поводу поведения, может быть, членов вашего клуба? Насколько я знаю, у вас самый крупный клуб в Кирове, клуб мотоциклистов. Поступали ли какие-то жалобы от людей? Иногда пишут в личку что-то такое, не сильно грубое, но гневное, что прекратите ездить по ночам громко. Трудно каждому объяснить, что, допустим, в нашем клубе мотоциклы, которые работают по всем стандартам, не шумят. И это общеевропейские, российские нормальные нормы. Сергей, у вас подходит к концу очередной мотосезон. Расскажите, с какими итогами вы заканчиваете? Благодаря коронавирусу мы много ездили. Ездили в другие города, в соседние, в том числе Пермь, Жевск, Нижний, Москву. Слава богу, сезон прошел без потерь. Все наши участники нашего клуба живы-здоровы, все наши друзья живы-здоровы. Если кто-то из знакомых попадал в небольшие аварии, то это было... Слава богу, мелкие поломки мотоциклов и машин. Все обошлось без чего-то страшного. Никто не погиб. Сергей, спасибо, что ответили на мои вопросы. Лабиринты, качели, горки, воркаут, тренажеры. В Мурашах появился полноценный спортивный развлекательный комплекс. Теперь в центре города есть площадка, где отдохнуть и развлечься смогут не только юные горожане, но и взрослые. Кто помог создать полноценную зону отдыха? Подробности в сюжете. Жительница Мурашей Елена Комаровских с дочкой на эту площадку сейчас приходит регулярно. Удобно. Центр города от дома недалеко. Кроме того, это первый подобный спортивно-развлекательный комплекс в Мурашах. Построили в этом году. И теперь для детского отдыха есть все. Качели, горки, лабиринты, полноценный игровой городок. Мы очень рады, что у нас появилась такая площадка. И дети рады, много детей приходит сюда. Не только дети, но и родители очень рады. Местные подтверждают, здесь есть чем заняться и взрослым. Рядом с детским городком, турники, а также спортивная площадка. Оборудованы футбольное поле и баскетбольный корт. Говорят, отдохнуть сюда приезжают даже жители соседних сел. А еще полгода назад на этом месте был пустырь после сноса ветхого дома. Помогла воплотить идею местных властей в жизнь компания «Уралхимтранс». Пришла идея обратиться в «Уралхимтранс». И в честь юбилея, в прошлом году у нас был юбилейный год, нашему городу Марши 75 лет, мы попросили обустроить нам вот такую площадку. И в рамках социального партнерства сегодня, в этом году, мы получили вот такой замечательный объект. Кстати, что немаловажно, этот новый спортивно-развлекательный комплекс построен из современных материалов и отвечает всем требованиям безопасности. На данный момент компания «Уралхимтранс» уже передала комплекс местной администрации. Всего бюджет этого строительства составил более 3 миллионов рублей. Считаю, что «Уралхимтранс» получили очень современный и качественный комплекс, где каждый из жителей «Уралхимтранс» может найти что-то свое. Местные власти рассчитывают на то, что в «Уралхимтранс» будут реализованы и другие проекты в рамках социального партнерства. Этот выдался успешным. Местные гитлора довольны. А этих экспертов по играм не так просто удивить. А у меня на этом все. Делайте новости вместе с нами. Сообщайте о них по телефону редакции 38 48 88. В студии работал Дмитрий Житарчук. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова